Когда мы возвращаемся из пустоши в город, я понимаю, зачем мы делаем свое дело. Да. Не понял тебя. Конечно. Они члены сопротивления. Они могли бы привезти нас в подполье, но вместо допроса и расследования их убили. Да. Но, Клерик, учтите обстоятельства, что вождь постановил не привлекать больше эмоциональных преступников к суду. Они подлежат или расстрелу на месте, или кремации без суда. Но это против закона. Вы член консулата. Это не воля. Консулата — это воля вождя, а его слово — закон. Да, сэр. Но ведь без логики процесса это насилие просто, которое мы так стремимся искоренить. Вы должны понять, Престон, что хотя вы и даже я можем не всегда соглашаться, это не имеет значения. Наш долг — подчиняться беспрекословно воле вождя. Зовите это верой. Она у вас есть. Надеюсь. Да. Я верю. Мне жаль. Нет, не жаль. Ты даже не понимаешь этого слова. Неужели ты не понимаешь? Все ушло. Все, что делало нас людьми, исчезло давно. Не стало войн. Убийством. Мы уничтожили сами себя. Нет. Мы давно вместе. Ты видел, к чему это приводило? Велика цена. Но того стоит. Вы просили меня стать преданным инструментом вождя. Я готов. Сегодня. Я хочу доказать свою веру. Я хочу с вашего разрешения найти подболье, где бы оно ни было. И уничтожить. И уничтожить. Сделай это. Вы не имеете права. Тетра-Граматон у нас есть право на все. Говорите задать вопрос. Зачем вы живете? Я живу. Чтобы сохранять наше великое общество. Служить Либрии. Либрия. Я поздравляю тебя. Наконец-то. В сердцах людей поцарился мир. Кто ваши друзья? Вы хоть имеете понятие, что под этим словом понимают? Друг. Это круг. Вы живете, чтобы продолжать жизнь. Какой смысл? Какой смысл в вашей жизни? Чувства. Вы никогда не ведали их и не знаете, что это. Но это насущно, как дыхание. И без этого дыхание только часы. Бивиана Престон, вы обвиняетесь в уклонении от приема препарата и в эмоциональном преступлении, за что будете кремированы в городском клематории. Вы отправитесь туда немедленно и будете сожжены. А что вы чувствуете по этому поводу? Что вы чувствуете? Я ничего не чувствую. И мы возносим хвалу против за то, что он даровал полноту бытия и сделал нас великим обществом. Но я бедняк. И у меня лишь грезы. Я простираю грезы под ноги тебе. Ступай легко. Мои ты топчешь грезы. Ты чувствуешь? Я знаю. Я был, как ты. Лерик. Я надеюсь, когда-нибудь стать таким же безупречным, как ты. Но одно ты должен знать об эмоциях. Их нужно сдерживать. Без контроля. Эмоции хаотичны. Тогда в чем разница? Разница в том, что когда мы хотим чувствовать, мы можем. Некоторым придется отказаться от этой роскоши, чтобы другие могли ей наслаждаться. Некоторым придется заставить себя перестать чувствовать. Как я. Или как ты. Осторожно, Престер. Ты топчешь мои грезы. Если мы избавим людей от препарата хотя бы на один день... На один день. Наше дело победит благодаря человеческой природе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...